Наши керченские врачи, мои коллеги поддержали эту инициативу, они тоже хотят поучаствовать, это ведущие специалисты города. Буквально сегодня у меня были представители из материковой России, которые хотят построить храм, большой довольно-таки храм, который будет виден даже с той стороны Стаманской. Я им предложил заложить сразу же в проект создание медицинского пункта для малоимущих слоев населения, которые в частную клинику пойти не могут. В государственных больницах у нас большие очереди, мы, как положено, оформим лицензию и будем в свободное от постоянной работы время проводить такие приемы ведущих специалистов города, консультативные. Я думаю, что это большая польза будет для наших пациентов, для наших жителей и местным владыкой феодосийским и керченским о создании общества православных врачей на территории Керчи и Феодосии. Я думаю, что эти врачи будут активно участвовать в данной работе. Именно благотворительно? Благотворительно, безусловно, для пациентов это все будет абсолютно бесплатно. А где все какие-то специалисты уже выбрали себе дату для проведения? Ну, еще конкретная дата не выбрана, но то, что люди звонят, интересуются, мои коллеги, это очень радует. Мы сейчас организуем. Вы можете сказать, что в январе слово «вогу» на таких пилотах будет или еще неизвестно, когда будет? Ну, с датой мы определимся сейчас немножко. Да, конечно, в январе уже будет. И по вашему мнению, какие специалисты должны быть в первую очередь начальника? Конечно, это прежде всего те специалисты, узкие специалисты, которым тяжелее всего попасть на прием. То есть это вот моя специальность, это кардиология, эндокринология, то есть те, которые узкие и в поликлинику этим специалистам попасть тяжело. А в частных клиниках, увы, нашим пенсионерам бывает недоступно лечение этих специалистов.